Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня основная серия на проекте Родина Роллеплей, Центральный Округ, Мунидзис Крюха Полканов, не забывайте видеть манипуляции, также можете видеть мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Так, пацаны, как вы помните, я недавно разгонял вот эту машинку до максимальной скорости, и максималка у меня была 500 километров, но мне подписчик написал в комментариях, что есть такая темка, как лаунч контроль, про который я, конечно же, забыл. Я не знаю, он повлияет на скорость или нет вообще при разгоне, и у меня что-то случилось с колесами, я вот ее как бы заспаунил, и у меня почему-то стоит здесь развал спереди, я не знаю почему, но сейчас я предлагаю нам поехать, во-первых, в тюнинг, потому что я хочу ее переделать немножко. И было бы, конечно, неплохо сюда номера какие-то поставить, потому что, ну, вот эти номера очень ущербно выглядят, и надо было бы купить у кого-то номер. Короче, я предлагаю сначала поехать сейчас ее переделать, ну, я хочу в тюнинг другое поставить, возможно, другие диски. А, кстати, вот сейчас номер есть. Так, а как его заюзать, я забыл просто. Я забыл, как номер использовать на машину, подождите. Во, вот это теперь другое дело, даже региона нету. Вот так мне теперь больше нравится. Теперь у нас хотя бы более-менее симпатичный номер, как бы, и машина выглядит уже немножко по-другому. Сейчас вот едем в тюнинг, винилы, конечно, дорогие, блин. Вот этот винил вообще какой-то, ну, он сначала не понравился, но потом я что-то так посмотрел. Хочется, знаете, какой-то красивый такой винил такой, ну, не знаю даже какой, сейчас посмотрим, какие там винилы, я уже не помню просто. Так, вот здесь место есть. Так, нам нужен, получается, вот этот тюнинг. Так, так, диски, 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 да? Не, ну, в принципе, в Бугате диски красивые. Можно, конечно, было бы что-то поставить, такое интересное. Просто я не знаю, есть ли смысл вообще тратить на это деньги. Это самый большой вопрос просто. Ну, кстати, можно вот эти диски поставить, как бы, они вроде бы хорошо смотрятся. Ну, давайте сейчас посмотрим, быстро, какие здесь есть винилы. Ну, какой я хочу, я сам, честно, не знаю, потому что, ну, хз. Ну, вот такой мне, кстати, больше нравится. Может, его и сделаем. Ну, да, вроде бы неплохо смотрится. Есть ещё вот такой вот, но мне кажется, этот будет более красивее. Всё, покупаем. И что я хотел сделать? Развал посмотреть. Так, а задний фар тоже можно затонировать? Чё, давайте затонируем, я не против. Прикольно, я думаю, будет. Нам надо развал нормально поставить. Потому что, я не знаю, кто это сделал, но это просто жопа. Я хочу нормально себе развал сделать. Три миллиона, пацаны, просто улетели, так сказать. Очень-очень нормально так улетели. Не, ну, вот так вот она хотя бы выглядит необычно. Да и в любом случае эти диски можно как бы снять. Не, вот так она мне больше нравится. Знаете, она уже выглядит поинтересней. Я хотя бы буду выделяться среди других. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно поехать. А куда поехать? Я не знаю, куда поехать. Её можно разогнать максималку. Всё, я доехал до места, где мы будем это делать. Я вам рассказывал про лаунч-контроль. Как он вообще работает? Получается, вы зажимаете газ и назад. И вот такая панелька на спидометре появляется. И у вас включается лаунч-контроль. Я пропал вне записи. Чё-то не очень меня это впечатлило. Я думаю, будет побыстрее. Не понял, блядь. А чё за хуйня? Я чё-то не понял, а чё за хуйня? А почему она даже 400 не едет? Я не понял, это чё такое? Бугатти поломалась? Или это я что-то накладывал? Так, подождите. Давайте, допустим, давайте в обратную сторону сейчас поеду. Так она ехала 500 километров уже. Чё за бред? Почему она сейчас так медленно едет? Может, я запчасти перестану на другую машину? Так я вроде такого не делал. Ну да, я чё-то вот вижу, чё-то она мало едет. Я пересмотрел все детали, и у меня детальки все обычные. То есть, там Stage 3 нету. То есть, в чём тогда проблема, собственно? Давайте посмотрим паспорт транспорта. Так, ну вот у меня стоят. Порт плюс, порт плюс, порт плюс, Stage 3, КПП, плюс-плюс-плюс. То есть, всё стоит с порт плюс. А почему она так плохо едет? Ну, походу, её пофиксили, как я понял. Ну, потому что, вы помните, она ехала 500 километров. Она намного быстрее ускорялась. Даже вот написано, максимальная скорость 580. Я так, как же, закончил серию. Такой, думаю, блин, пофиксили машину, хреново. И знаете что? Я вспомнил то, что есть такая функция, как включить комфорт режим, либо спорт режим. И у меня стоял комфорт режим всё время. Я просто дебил, понимаете? Я дебил. Вот, комфорт стоял, вот я спорт включил. И сейчас она должна поехать очень быстро. Вот, я даже сейчас уже чувствую то, что, как бы, скорость поменялась. Я просто дебил, понимаете? Я забыл об этом. Я вот только что, прям серию закончил, понимаете? Такой, думаю, блядь, там же, блядь, точно можно переключать режимы, типа. И такой, захожу, нажимаю кнопочку. Выключили режим спорт. Зашибись, думаю, просто. Кайфарики, блин. Вот, это у тебя другое дело просто. Всё, всё, вот. Вот это, вот это Бугатти теперь настоящая. Вот это теперь оно. Я просто забыл, пацаны, об этом. Я просто забыл об этом, понимаете? Это просто жесть. Только я мог так сделать. Ох, ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй. Красиво было, красиво. Красиво, не спорю. Короче, едем в Бусаево обратно. Попробую разогнать. Вот сейчас, по идее, должно быть всё нормально, как бы. Я уже попробовал разогнаться, и она едет, как бы, нормально. Вот этот лаунч-контроль, я не понимаю, он вообще как-то, ну, помогает или нет? Что-то я просто по разгону не понимаю. Прямо, оно особого такого жёсткого толчка не даёт. То есть, ну, едет как обычно, мне кажется. То есть, я не понимаю, лаунч-контроль вообще работает или нет? Нет, здесь её нереально разогнать. Походу, придётся всё-таки разгонять её. Там, где я изначально хотел, это в городе. Ну, потому что я там только максималку выжимал. А именно вот здесь, в Бусаево, у меня не получается. Поэтому, сейчас, короче, будем ехать туда. Я тут, короче, подумал, и, может, с этой стороны попробую, типа, отсюда. Потому что, по сути, там одинаковый такой отрезок получается. Поэтому давайте отсюда попробуем. Я просто не понимаю, лаунч-контроль вообще, он как бы полезен или нет? Типа, она лучше с ним ускоряется. Просто я, честно, разницы не вижу. По-моему, она что с ним разгоняется одинаково, что без него. Не, нихера. И, пать, полетел просто в рай. Полетел, давай, молодец. Блин, а где её разогнать, понимаете? Ну, я не знаю, я хочу максималку разогнать. Как её быстрее ещё разогнать? Где это можно сделать просто? Где? Можно какую-то дорогу прямую просто сделать, по которой можно ехать 10 минут? Чтобы я максималку разогнал. Ну, типа, ну, реально негде просто. Я не знаю. Я не знаю, где это можно сделать. Кроме вот этой дороги, как бы, я не знаю. Ну, вот, по этой дороге только можно как-то сделать. Всё, больше, как бы, вариантов нет. Нам каким-то образом нужно просто вписаться в поворот. И, чтобы там никого не было. Короче, пробуем ещё раз. Не знаю, что из этого получится. Вот, пацан, вообще вовремя, как бы. Лишь бы никого спереди не было. 512 видел. 512 видел. Я увидел 512. У меня этого хватит. 512, пацаны, было. Но можно ещё быстрее. Можно ещё быстрее. Это 100%. То есть, с той стороны реально лучше разгоняться. Потому что, ну, там поворот, знаете, такой более-менее свободный. И он широкий. И можно залететь. А с той стороны, ну, то есть, с другой стороны. Ну, это очень сложно, типа, сделать. Так, аккуратненько проезжаем. Надо ещё побольше скорость просто в повороте залететь. Просто я боюсь кого-то сбить. Но, в любом случае, если я кого-то режу, я ему дам деньги. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, починю машину. В этом, как бы, проблем нету. Так, давайте пробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, братан. Вот это я дебил просто. Давайте ему деньги дам. Потому что... Так, 100 тысяч ему дам, короче. За то, что я в него врезался. Всё, я его починил. Надеюсь, он на меня не обижен, потому что я не хотел. Блин, видите, сложно в этот поворот зайти. Там ещё светофор стоит, блин. Но я хочу разогнать больше, пацаны. Но было 512, это уже рекорд. Поэтому это уже хорошо. Это уже хорошо, но надо получше как-то сделать. Я хочу больше, хотя бы 520, 530 там выжить. Было бы уже хорошо. Так, херово, херово поехал. Обратно он. Давай, 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 цепляйся. Аккуратно. Давай, давай. Блядь, ну откуда ты, сука, взялся там? Вот откуда ты взялся там? Я просто в тотал улетел. Всё, сейчас последняя попытка. Потому что я не хочу мешать, как бы, игрокам. Всё-таки это надо делать либо ночью, либо рано утром. Как минимум. Поэтому сейчас людей много. И сейчас просто, блин, я буду всех сбивать. И всем давать деньги. Так, давай, 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 цепляйся. Поворот. Отлично идём, отлично идём. Отлично идём, лишь бы никого не было. 515, 515 я видел. 515 было. Просто, блин, побили рекорд, пацаны. Побили рекорд, но я врезался в последний момент. Просто, понимаете, я когда уже вот просто уже вижу, что пизда. Я смотрю на спидометры в последний момент. Ну, то есть, 515 мы поехали. 580. Я верю в то, что она поедет. Но это нужна очень длинная дорога. Прям очень длинная. Поэтому, пацаны, рекорд мы побили. Как бы, да, не очень большой такой рекорд получился. На 15 километров, получается, рекорд побили где-то, да? Ну, может, не на 15, может, на 10 километров. Но это уже, пацаны, успех. Поэтому я считаю, у нас в этой серии всё получилось. Мы как бы и тюнинг сделали данному автомобилю. Я считаю, это самая реально красивая Бугатти. Просто мне она очень сильно нравится. Ещё на этих дисках. И получается, мы сегодня сделали рекорд по скорости. То есть, серия реально получилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.